Проводила подругу и вернулась домой. Так грустно резко стало, что никого нету дома. Но надо работать. Желли пошла на работу. Прикиньте, она держит пост и ещё работает. Это реально очень сложно, особенно когда ты работаешь тренером. Это сложнее втройне, потому что хочется пить. А кто не знает, у нас этот месяц, это месяц Рамадана, и получается, что в три ты можешь покушать. А потом целый день до вечера ты ни кушать, ни пить не можешь. Поэтому это максимально сложно. А я, так как не держу пост, сейчас начну готовить себе что-то вкусненькое. И снимать мукпанк. У меня в холодильнике есть сосиски. Хочу сделать такой завтрак. Тем более, я не завтракала. Думаю, как раз будет. Вчера покупала такой сыр Хохланд с ветчиной. Как раз его положу на стол себе на мукпанк. Сосисочки. Пожарю или отварю. Нет, варёные я не очень люблю. Наверное, пожарю. Сделаю себе кофе, яичницу. И будет у меня не жизнь, а просто лофа. Для мукпанка, кстати, ещё приготовила свою дощечку. Что я делаю время от времени. Кстати, забыла сделать, когда мы снимали с Жоли видео. В общем, я обклеила новой фольгой. И, к сожалению, не прошлась ещё скотчем. Обычно я как делаю? Ещё сверху скотчем, чтобы всё это дело не шуршало. И было свеже. Можно сверху вытирать. И всё готово. Можно снимать мукпанк. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и всё. Всё у меня заняло 40 минут. Но какая чистая кухня. Посмотрите, всё блестит и сверкает. Тут у нас пульт от телевизора, который не включался с того момента, как уехала бабушка. Это чисто пенсионный вариант. А тут уже всё готово. Даже полы помыла. Что хотела вам показать, девочки? Посмотрите на мой маникюрчик. Правда, стразы отлетели. Но ничего. Уже ему почти месяц. И я в огороде сырники выдёргивала. Я там вам не всё снимала. В огороде работала. И дома вот последние 3 дня постоянно драю, чищу. Ни одного скола у меня нет. Несмотря на то, что у меня самая бюджетная база и топ. То есть особо дорогие я не покупаю. Потому что и так, и так всё отлично держится. И вот эта пахучка совсем на дне немножко осталась. Надо купить новую. Её так на стол, чтобы хоть немножко было запаха от неё. Время уже 6 вечера. У меня сегодняшний влог получается чисто влог домохозяйки. Уборка, стирка. Если вам интересен подобный формат, то обязательно пишите в комментариях. Вот сейчас я буду убирать свою комнату. Я не знаю, стоит ли это со стороны снимать. Или в конце просто показать результат. Я хочу помыть все свои кисти. Как-то странно тень падает на моё лицо. Такое ощущение, что пол лица тёмное, пол лица светлое. Ну в общем, надо помыть все кисти, которые у меня есть. Они у меня теряются. Прикиньте, я купила новый набор. И опять одной кисточки нет. Куда они деваются, фиг знает. Вроде, знаете, мне иногда кажется, что у меня дома завёлся домовой. У меня было боди, оно потерялось. До этого была тема с юбкой. Я помнила на 100% куда я положила эту юбку. А в конце она потерялась. И уже три года я не могу её найти. Иногда я начинаю верить в потусторонние силы. Хотя, может, это и бред. Но куда деваются вещи, непонятно. На улице всё так же льёт, как из ведра, как и вчера. Дождик. И очень холодно. Ещё такой ветерок неприятный. Так, я иду. На улице дождик. Хорошо, что взяла с собой зонтик. И ветер такой неприятный. Сейчас я по-бырому в аптеку. Надеюсь, что все лекарства, которые мне необходимы в аптеке, будут. Затем в магазы со скоростью света домой. Потому что на улице холодно. Какая-то машинка едет. Себе, любимая, купила три масочки. Одна с кокосом, с огурцом и с авокадо. Помните, недавно, когда я ехала в деревню. Там был день рождения. У сестры, жены двоюродного брата. Я ей тоже покупала масочки. И решила себе тоже взять, попробовать. Вообще, я обожаю тканевые маски. И для тела взяла крем-мыло-дав. Потому что у меня сухая кожа. Надо увлажнять всё это дело. Будем тестировать вечером, когда смою макияж. Ой, мне так грустно, ребятки. Одно и дома. Нечего поделать. Нечего посмотреть. Вроде как есть материал, надо поснимать. Ну, вы знаете, наверное, блогинг это такая профессия, так скажем, где обязательно нужно иметь вдохновение. И раньше я всегда думала, почему, например, блогеры-миллионники резко забрасывают свои каналы. Знаете, тут дело не только в деньгах, а ещё во вдохновении. Ты не можешь снимать, если у тебя нету настроя. И вот сейчас мне как-то резко стало грустно. Причём Твиксу тоже стало грустно. Мы такие одни. Вот, Шелли на работе. Каждый день с утра до вечера у неё прям завал на работе. Так как конец месяца и все дела. А вот. А я сижу дома. Скукотища. Жоли тоже работает. А у меня на основной работе немножко, как сказать, пробелы, так скажем. Завтра моего дурачка Твикса нужно отвезти на прививочку. Я хочу вам снять видео. Собирайся со мной. Мне вообще нравится снимать. Такой формат. Некоторые спрашивают, почему не снимаешь пранки. Не знаю. Вроде пранки много набирают. Всем нравится. Но чё-то вдохновения нет. Я такой человек. Обязательно контент, который я снимаю, мне тоже нравится. Например, я снимаю пустые баночки декоративной косметики. То, что у меня закончилось за год. Это вообще не набирает. То есть, это такая тематика, которая набирает просто минимум просмотров. И мама постоянно до мной угорает. Говорит, зачем тебе это снимать? Так парится из-за этого. Хотя это в конце наберёт, ну ничего, просто 20 тысяч и то отселы, там, не знаю, за год. То есть, какой смысл в этом, мама всегда говорит. Но она не понимает, что просто мне нравится этот формат. Я люблю его смотреть. Значит, я хочу его снимать. Какой-то сегодня влог получился и бессмысленный. Вот. Завтра будет со смыслом. Извиняюсь. Наверное, через раз будут такие неинтересные влоги. Мне просто уже жалко удалять. Удалять то, что я насняла. Самый прикол заключается в том, что я сейчас посмотрела. И обнаружила то, что утром я снимала материалы, где я поздоровалась. Там мы встали, сжали, там наряжались и так далее. Эти моменты все присутствовали во влоге. Но потом, оказывается, я нечаянно это все удалила. Мама всегда говорила, закрывай крышечки и клади вещи на свои места. И вы знаете, когда ее нету, я уже сама научилась это делать. Начнем мы, пожалуй, тестировать вот этой маски с кокосиком. Я надеюсь, что это будет какой-то сладкий аромат. У меня был бальзам для губ с кокосом. Он пах просто обалденно. Вы знаете, что я обожаю все, что пахнет сладко. Дурачок, мамин. Так, масочку я сделала. Если честно, никогда особо никаких результатов от этих масок тканевых я никогда не вижу на своем лице. Зачем я это делаю? Не знаю. Просто все делают и я делаю. Просто какое-то увлажнение появляется. Но мне кажется, такого же эффекта можно добиться обычным клеммом увлажняющим каким-то хорошим. нанесла. Приятно пахнет. Не могу сказать, что прям сладко. Еще здесь приготовила салфеточку. Вот так обычно всегда делаю, чтобы не стекалась вся эта ненужная жидкость. Минут 15. Это у меня кот так бесится. Минут 15 с этой масочкой. И все, можно смывать.